Сервис по шиномонтажу можно легко определить по наличию резины. Причем зачастую она лежит прямо вот на улице. На разный цвет, на разный вкус, на разный размер. Выбирай, не хочу. Если даже трактор есть, ты будешь доволен. И колесные диски тут же. Да, это наше место. Общение с мастером-приемщиком происходило с помощью жестов и гугл-переводчиков. Впрочем, общий язык мы нашли сразу. Он показал, куда нам идти, а сам сел в машину и скрылся за углом. Но мы пошли по указанному направлению, прошли через еще один склад и вышли, видимо, в то самое место, где происходит таинство шиномонтажа. Однако здесь, как видите, весьма плотно. Наш автомобиль обнаружился в конце очереди. И да, это очередь. Нам показали, что вот это, вот это, вот это, а потом мы. Я подумал, что это будет долго и начал ознакомиться с местным инструментарием. Так выглядит компрессор. Работает непрерывно. Всевозможные домкраты разных форм, размеров, длины, грузоподъемности. Видно, что ребята готовы к любым автомобилям. Ну, это самое распространенное. А вот еще обратите внимание, как они устанавливают, эти домкраты. Это что-то очень грузоподъемное. А вот гайковерты, тоже разных размеров. Для чего нужен этот станок, я даже не догадываюсь. У вас есть версия? А это, видимо, что-то для грузовых покрышек.